Дорогие друзья, если вы живёте в тех городах, которые здесь написаны, то скоро я туда приеду, и мы с вами сможем встретиться на наших шикарных лекциях. Приходите, пожалуйста. Пожалуйста, ещё один философский вопрос. Почему моя жена грубо отвечает на мои вопросы, хотя для этого нет повода? Мужчины, да, такие, да, тоже. Нету повода. Если ты не видишь повода, это не значит, что его нет. Если при любом вопросе баба вспыхивает и грубо говорит, это говорит о том, что она, что, в ней накопилось всё, ты её не слушаешь, что в ней какое-то дерьмо уже булькает и так далее, и так далее. Вот с неё всё это и выскакивает. А что думаешь? Будьте, мы думаем, что надо просто по-добренькому нормально общаться. То есть, говорится, солнышко моё, вот я тебя принёс, и кажется, что она теперь всегда будет счастливой. Да нифига, нифига. Это быть целью о том, что если всегда по-доброму разговаривать с женой, она не захочет в туалет никогда. Почему не захочет? Это разные истории. У каждого человека есть этот маятинг такой. Может, вы как Зеланда читали когда-нибудь, есть такой персонаж. Он описывает маятинг. И чем больше качается в положительные эмоции, тем потом больше качается в отрицательные. Чем больше у человека положительных эмоций, тем больше будет отрицательные. Например, почему, как вы думаете, люди в семью ломятся? Кто знает? Все хотят семью. Кто скажет, мне не нужна семья, да ладно. Тебе просто, ну, пока обжёгся, да, идуешь на холодное. Всем нужно. То есть, если сейчас пришёл адский сатана и говорит, хочешь, я сейчас дам тебе охрененную семью? Будь не такая, как твоя бывшая. Мужику, да, хочу. Да нам, мужики, не нужны. Мужики, зло. Это всё херня. Баба, она может одна, без мужика, она будет счастлива. Опять приходит адский сатана и говорит, а если сейчас мужичка подброшу? Давай. Или только хорошего. То есть, все хотят счастья. Почему? Задумывались? Почему люди к семье стремятся? Так создано. Шикарный ответ. Не поспоришь. Я согласен. Так создано. А нафига так создано? Мы дополняем друг друга. Это правильный ответ. Не на мой вопрос, но правильный ответ. Разделять вместе ответственность. Разделять вместе ответственность. То есть, вот так пойму. Очень хочу выйти замуж, наружать детей. Делать счастливыми. Что, что, что там? Делать счастливыми? Близко. Близко. Ну, давайте еще. Делать потребность, которые я сама не могу удовлетворить. Не верю, что ты так думаешь. Что, тем ли ты все равно. Мне нужен мужик, который будет решать мои проблемы, я сама не могу. Да все, ты можешь. Сейчас я тебе скажу правильный ответ, и ты поймешь о чем. Только в семье мы получаем самые... В семью люди стремятся за счастьем. Причем не давать это счастье. А там его получать. Все хотят получить счастье. Извините за то, что я вот такая мерзкая сволочь. Сказал, как оно на самом деле. Все хотят получать счастье. И семья, это сам... Ну, как, легкие наркотики, как бы, может быть круче, но они незаконны. А вот семья, это то место, где можно получить самые крутые виды счастья. Если у тебя семья правильно выстроена, если она счастливая семья, ты там получаешь то, что ты нигде не получишь. Это не потому, что ты сэкономишь и холодильник напополам, или мужик будет тогда огород копать. Это все фигня, это обязанности. Мы сейчас о счастье говорим. Ну, там, допустим, в семье можно испытать радость родительства офигенная, близость. Опять же, самый крутой секс, это... Самый крутой секс, это в счастливом браке. Я не поп, который всех куда-то хочет загнать. Нет. Но просто счастливый брак, это то место, где женщина может максимально расслабиться, успокоиться и раскрыться. Вот это повод для самого крутого секса. Нигде ты ничего хорошего такого не получишь. Но! Мы живем в мире, где есть очень толстое но. Чем больше счастья, тем больше и негативных эмоций. Именно в семье люди испытывают самые большие трудности. То есть дети, например, дети. Берем детей. Дети могут дать колоссальное чувство счастья. И эти же дети могут дать что? Колоссальное горе. То есть горе, которое вам могут дать дети, ничем не сравнимо. Семья может дать самое большое счастье, а любимая жена. И эта же жена может сделать свою жизнь адом. Майтик катается, вот так качается в разные стороны. Вот такая вот ситуация. Такая ситуация. Женщина все время орет. Женщина несчастливая. То есть ты не создал атмосферу, чтобы она стала счастливой. Я делаю все правильно. Есть еще один нюанс. Тут много вариантов. Я сейчас не обвиняю мужчину, а просто набрасываю варианты. Например, бывает так, что ты женишься на какой-то даме. И начинаешь делать все очень-очень хорошо и правильно. Ты заваливаешь ее, делаешь, защищаешь. И она вдруг, знаете что? Поверила. Что это настоящее. И знаете, что она делает? Она начинает расслабляться. Снимает панцирь. И из нее как полилось говнище эмоциональное. То есть впервые за 30 лет она попала в ситуацию, где она может расслабиться. И из нее могут выйти эмоции. То есть мужик делает все хорошо, а из нее поперло. Мужик неподготовленный в шоке. Он говорит, ничего себе. Вот это да. Вот это она психопатка неадекватная. Потому что мужчины тоже не образованы в этом вопросе. Например, в психологии есть такой принцип, называется 10-90. Я мужчинам на мужских клубах о нем часто рассказываю. Это означает, что только в 10% из 90, в 10 случаях из 100, в том, что происходит эмоционально плохо и тому подобное с твоей женщиной, это виноват ты. А 90% в 90% это виноват кто-то другой. Это виноваты родители, это виноваты бывшие, это виноваты школа, садик, это виновата луна, гормоны, несварение желудка, все что угодно. То есть мужчине не надо думать, что он бог в семье. И это из-за... Есть мужчина, что из-за меня все это. Да ни хера не из-за тебя. Так же само, как отрицательный результат твой 10%, так же и положительный. Например, мужчина по тому же самому принципу может наполнить колодец женского счастья всего на 10%. Знаете об этом? То есть женское счастье от мужа, любимого, идеального, зависит всего на 10%. То есть берет мужик и начинает вливать счастье в колодец. Если этот колодец пустой, мужик может наполнить колодец, как бы он ни старался, всего на 10%. Потом оба заглядывают в колодец, там на дне. Он такой... И оба разочарованы, потому что один напрягался, вторая что-то ожидала, а ничего не получилось. Самый крутой эффект, когда мужчина наливает что-то в твой колодец, который уже наполнен на 90%. И вот тогда, тогда мужчина что-то такое делает, может даже не очень фундаментальное, может это будут какие-то мелочи, но ты уже счастлив. И он раз туда смотрит, через верх поперло. Через верх это значит, счастье что? Начало отдавать. И он такой, ни хера как классно. И он туда еще больше, еще больше, еще больше плескает в этот колодец. Но если эта женщина его наполнила на 90%, с точки зрения наоборот. Что вы думаете, женщина может мужчине заменить всех? Иногда говорят так, что мужчина не может сделать женщину, несчастную женщину счастливой. Мужчина может из несчастной женщины сделать чуть менее несчастную. А вот из счастливой женщины мужчина может сделать очень счастливую. Подумайте об этом. Ну вот смотри, я тебе приведу пример. Я такой, я немножко психопат. У меня с головой трудности. Я могу загореться так, что не потушишь. И жена меня хорошо знает. То есть мы знакомы давно. Давно. С 87 года. Она знает, кто я такой. Я вот такой псих. И если мы заходим куда-то, в какое-то место, и там может возникнуть какой-то напряг, какой-то конфликт. Она меня не будет смягчать. Она просто меня оттуда либо уведет, либо там что-то схватит за руку, либо там еще скажет. Пошли-пошли, нам туда-туда. И мы туда пойдем. Потому что у меня уже забральца упала. Под забральцем глазки красные. У меня уже левая ножка вот так тут поддергивается. Тестостерон зашкаливает. У меня такой стресс. И я думаю, сейчас этих пенсионеров будут убивать прямо пачками. И складывать прямо колодцами. И кровь туда выливать. Ну, такие мысли иногда возникают. Ей это не надо. Поэтому если она видит, что что-то, она раз-раз меня как-то, не знаю, это смягчать, это не смягчать, но переводить в какой-то другой рус. Мы зашли как-то в какой-то банк. Надо было поменять какие-то деньги. И там люди вели себя адски-хамски. И я как бы... А потом чувствую, что сейчас будет показательная борьба дзюдо в времен русской и японской войны. Я на мне бац-бац за ручку. Все, все, пойдем. Нам не надо меня денег. Пошли быстрее в пятерочку. Купим мне творожка. Чувствую, через минут пять меня начало попускать. Был бы без жены. Так, может, без жены я бы не завелся. Если так, то конечно. А не так. Ты зачем? Помните, Москва слезам не верит. Мужик кого-то там на улице стал защищать. Пришел домой и она его решила смягчить. Ты же умный человек. Нахера это все нужно. Без моего разрешения, что больше никогда не делал. Вот это я же... И тому подобное. Смягчило? Не смягчило. То у него и так качества не было положительных у этого гоши никаких. И она единственное то, что он вообще поступил хоть как-то нормально, она сразу нивелировала до нуля. Поэтому надо разбираться в своем мужчине. Мужчина это хорошая энергия. Это классный персонаж. Эту силу можно правильно направлять. Правильно вдохновлять. А что ты вкладываешь в понятие смягчать? Ну смягчать. Можно так смягчить сможешь. А он... Смотришь, половая тряпка лежит. Пригляделась муж. Так что поаккуратнее со смягчениями. Проблема не в железях, и вы не можете общаться друг с другом. Ему наплевать на тебя, тебе наплевать на его. Ему удобно, чтобы гвозди лежали, тебе удобно, чтобы они не лежали. Вот и все. То есть вы друг друга сделать ничего не можете. Просто прийти и сказать, мне очень неприятно. Я сегодня наступила на кучерявый гвоздь. У меня вавка. Я плакала. А ты с маниакалией и настойчивостью наводишь порядок какой-то. Ну и вы просто гавкаетесь. Вот это все. Он же на тебя женился. Он же тебя любит. У вас же дети. Ну он же с тобой живет, он же у тебя работает. Я уверен, что эти гвозди... Он же, блин, тебе нахер надо было прицепить какую-то херню еще притащил. Скорее всего. Ну, возможно. Он говорит, а потом там... Нет, чтобы сказать, ну как такая красивая... Так хорошо ты повесил картину. Похвалить его, сказать, ну я наступила на гвоздь. И все, человек, понятно, что его жена страдала. А так он говорит, что жена не страдает. Жена что? Наводит порядки. Вместо того, чтобы хвалить. Я не знаю, как же. Я же там не был. Но это не великое горе. Если в этой паре есть хотя бы один умный человек, проблема решится. Если это гармоничная пара, ну два безумца, то и дальше будут убивать друг друга. А если мужчина, когда выполняет какую-то обязанность, например, шкаф собирает, просит сам, например, мужчину подсказать, посмотреть, представить куда-нибудь. Ну, ты квалифицирована? Ну, нет. Ну, так скажи, солнышко мою. Я-то и замуж пришла, чтобы шкафы не собирать? Я тебе сейчас как подскажу? Например, ровно, там неровно, может быть, там лучше что-то другое. Ну, не прям, что какие-то такие стройматериалы, а именно... Солнышко, я опять же, я же не знаю. Ровно, неровно, ты что, не квалифицирована? Если он картину вешает, ну, посмотри, ровно или нет. Ну, я не знаю. Ну, скажи, да, ровно или неровно, ну, если это в твоих силах. Ну, если ты этого не можешь делать, скажи, я не могу. Избавь меня от этой истории. Знаешь, есть такой анекдот, ничего не интересного. Сидит Абрам с семочками торгует, ему подходит другая, говорит, Абрам, дорогой, одолжи немножко денег. Он говорит, смотри, тут такая ситуация. Видишь здание за мной? Он говорит, вижу, он такой, это банк. У меня с ними договоренность. Я не даю в долг, а они не торгуют семечками. Так же самое ты скажи, дорогой, я, к сожалению, не могу тебе помочь собирать шкаф, но обещаю, что не буду требовать твоего участия в приготовлении плова. Ну, условно говоря. Если тебе этого не хочется, не делай. Ну, это ж не маниакальная история, что он попросил сказать, ровно или нет. Ты меня услышала? Истину же найдешь где-то посередине. Подскажите, пожалуйста, когда мы приходим к себе кровью с мужем, у нас у своих нормальные отношения, но она при мне его немножко гнобить. То есть ко мне она обращается нормально, а его как-то подпинывает. Я не знаю, как реагировать, я поэтому реагирую никак. Я сижу, молчу, глаза в разные стороны. Я правильно делаю. А зачем ты туда ходишь? Ну, потому что он ее любит, и мне, в общем-то, это не составляет труда. Ну, то есть его это не напрягает? Ну, он немножко бесится, но... Тебя это напрягает? Меня в принципе нет, я просто не знаю, правильно ли, может быть, как ты можешь... Но если тебя не напрягает, значит, все правильно. Спасибо. А если тебя напрягает, не ходи туда. Спасибо. Там нету за что. Скажите, как помочь или подключить мужа куриц? Могу познакомиться, когда он не курирует? Вот, может быть, месяца три, и вот друг, очень курящий, агитирует, и давай со мной, как что-то там стоишь один, давай со мной, но ты, как, закуришь? О, это из-за друга, тварин. Ну, он же понимает, что ты ничего не сделаешь? Ну... Я не знаю, что тебя советует. Если я сейчас решу курить, приду к ней и скажу, я хочу курить, и буду курить, потому что я так хочу. Она говорит, курит, а твои дела? Вообще без проблем. Просто, даже не буду говорить, что она расстроена. Вот где куришь, там и живи. Там будет хорошо. Ты на мне женился, чтобы сделать меня счастливой, а не сделать из меня пепельницу. Мы так не договаривались, поэтому гори в аду. Ты просто знаешь, что я не приношу ни курение, ни алкоголь, и вот так случилось? Да ничего не случилось. Просто тебе пришла проверка, можешь ли быть ты решительным защищать свои границы интереса. Что, деда же не в курении. Вот и все. Возможно, он скажет, да и пошла-то. Я курил, курю и буду курить. Для меня это наслаждение. И слава богу, у тебя нет в моей жизни. Фридом! Я свободен. Имею в виду, такой вариант тоже может быть. Но это классно. А иначе сегодня он курит, завтра он приведет мальчика. Скажет, я извиняюсь, я как бы планировал теперь вот так решать вопрос. Потом там еще чего-то. Потом у вас слоненок появится в квартире. Если два человека живут вместе, а они семья, и одному из них насрать на другого, как мы тебе объяснили, вопрос к тебе, почему ты живешь с человеком, которому на тебя насрать. Извини, что я усугубил мальчика. Пошли письма, как будто я священник уже. Почему нет удовлетворения, радости в жизни? Есть увлечения, работа мужчины, есть положительные эмоции, но они очень быстро проходят. И печали. Все. Это вопрос, ну, какой. Может ты болеешь, может у тебя депрессия, может у тебя, ну, все что угодно. Почему нету? Потому что ты не берешь ничего от жизни. Потому что люди не понимают, что свой досуг, свою радость, свое счастье нужно организовать как? Самому, конечно. Я в депрессии. И что ты в ней сидишь? Я в депрессии. Может мне таблетки выпишут? Нет, нужно начать заниматься какой-то хернёй. Есть все люди, блин, у них нет рук, ног, блин, они как бы счастливы. У тебя все, блин, есть. Я говорю, что нету, мужик у меня есть. Твою мать. 80% баб в мире сидят и ждут хоть что-то, какого-то мужичка. Хоть какого-то. Пусть уродец, пусть кривой, косой, хоть что-то в семье хоть было. Вот у неё мужик есть, работа есть, всё есть. А что ты делаешь для того, чтобы в твоей жизни было счастье? Вот конкретно что? Грущён. Дорогие друзья, если вы живёте в тех городах, которые здесь написаны, то скоро я туда приеду, и мы с вами сможем встретиться на наших шикарных лекциях. Приходите, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok